Ручей Соменко превратился в сточную канаву. Местные жители бьют тревогу. Недавно там произошел очередной прорыв труб. Что делать и кто может помочь тверичанам в решении этой проблемы, разбиралась наша съемочная группа. Эти люди мечтали о квартире в тихом, экологически чистом районе Твери. Желательно с видом на зеленую зону и даже речушку. И когда их мечта, казалось бы, осуществилась и жизнь наладилась, в эту идиллию вмешались коммунальные предприятия, которые в прямом смысле отравили гражданам их существование. Проблеме загрязнения ручья Соменко уже не один год. Новой точкой кипения для местных жителей стал очередной прорыв канализации вблизи их многоэтажек. Фонтан из отходов бил ключом. Кадры извержения зловонного гейзера запечатлели местные жители. Экологическая катастрофа. Водоканал аварию ликвидировал и оградил это место забором. Но проблема окончательно решена все-таки не была. О чем свидетельствуют сохраняющиеся в округе зловонный запах. Заволжане не готовы мириться с отравляющим им жизнь смрадом и губительным воздействием на природные объекты. А потому вынуждены бить во все колокола. Это экологическая катастрофа. Мы просим прекратить это. Просим помочь. В речку стекают все химикаты, фекалии, прорывы постоянные. Проблема в том, что канализационная система здесь очень-очень старая. А постоянно добавляют какие-то новые дома. И не справляется эта канализационная система. Тверичане создали инициативную группу для решения этой проблемы. Уже собрано более 400 подписей. Были написаны жалобы в самые разные инстанции. Прокуратура, управление по надзору в сфере природопользования, региональное правительство и другие профильные ведомства. В результате весной текущего года все-таки была произведена расчистка русла ручья Соменко в районе улицы Скворцова, Степанова и Седова. Также сотрудники Министерства контрольных функций выявили незаконный сброс источных вод в ручей Соменко. По результатам проверки были обнаружены и ликвидированы 32 незаконные врезки в систему ливневой канализации и водоотводной канавы, ведущую к ручью. Но принятых мер, по-видимому, недостаточно. Отвратительные миазмы по-прежнему дополняют местный колорит. А ведь на берегах отравленной Соменки стоят не только жилые многоэтажки, но и образовательные объекты. Детский сад номер 125 и школа номер 34. Впрочем, это не только проблемы жителей окружающих домов и учреждений. Загрязнение этой, казалось бы, маленькой речушки является собой куда большую проблему, считает депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, который выехал на место и пообщался с местными жителями. Все реки куда-то впадают. И вот эта река, она впадает в Тверцу. В Тверце чуть выше по течению водозабор Тверской находится. Тверца впадает в Волгу. Ну и так далее. Можете представить себе какое-то там превышение допустимых концентраций по органике, по вот этой патогенной флоре. То есть, конечно, здесь нужно подключать ряд организаций. Мы этим будем заниматься. Ну вот буквально сегодня мы уже подготовим обращение. У меня еще есть ряд коллег по депутатскому корпусу, которые тоже заинтересованы в том, чтобы решить эту проблему. Ну вот будем пробовать уже как-то более серьезно за этот вопрос взяться, чтобы уже наконец-то эту проблему решить. Дмитрий Нечаев также подготовил ряд обращений в надзорные органы. В настоящее время Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования готовится предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО Тверская генерация и МУПЖЕК. Производится расчет размера ущерба и принятие мер в рамках компетенции. Мы будем следить за разрешением этой ситуации и обязательно расскажем об этом в наших следующих выпусках.